В минувшие выходные Дед Мороз отмечал свой день рождения. Главными гостями были, конечно, дети. А еще с поздравлениями в Кировск прибыл его двоюродный брат Санта-Клаус из Финляндии. На праздники побывала наша съемочная группа. День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Дату выбрали сами дети, посчитав, что с этого дня в России начинается настоящая зима. Как и полагается, сказочный дед любит свой день рождения не получать, а дарить подарки. Вот к нам, видите, сейчас детки приходят, пишут письмо Деду Морозу, опускают его в волшебный ящик, чтобы обязательно желание сбылось. И под Новый год ребенок под елочкой нашел то, что он пожелал и про что написал в своем письме. До Нового года еще много времени, но в зале царит сказочное настроение. В праздничном представлении обещано несколько сюрпризов. И, конечно же, маленькие гости очень хотят увидеть настоящего Санта-Клауса. Мы ездили в Новый год в Фильяндию, и там мы его встречали. Понравился он тебе? Да. Рада будешь поведать? Мне нравится Новый год. В том, что он всем дарит подарки. Санта-Клаус из Лапланди уже не в первый раз приезжает в Россию на день рождения своего старшего брата Деда Мороза. Визиты эти любит и отмечает, что здесь его встречают особенно тепло. Мы вчера были в Титане, в Апатитах. Мы были и в одном базе отдыха. В трием мы были хорошие. Встретили случайно детей. У одной девушки был день рождения. Я поздравил ее и ее команду. Праздник для маленьких кировчан длился больше часа. С собой гости унесли не только хорошее настроение, но и сувениры из волшебных мешков двух сказочных героев.